В краеведении, как в науке, нет двух уровней. Одного уровня для учёных-специалистов и другого для широкой публики. Краеведение само популярно. Оно учит людей не только любить свои места, но и любить знания о своих и не только своих местах. Здравствуйте, гости дорогие! Мы рады видеть вас у нас в гостях в нашей купеческой усадьбе. Мы рады гостям, как добрым вестям. Многие из вас, находясь в нашем современном Сургуте и попадая в этот замечательный уголок, в этот старинный дом, замечают, как же отличается этот дом от современных построек, которые окружают его со всех сторон. Зайдя во двор, поднявшись по лестнице, мы как будто переносимся с вами назад на более чем на сто лет. И, войдя в дом, мы замечаем, что как будто только что хозяева вышли из дома. На подоконниках стоят герани, любимые цветы сургутян. Окна и двери украшены массивными портьерами. В гостиной накрыт праздничный стол. А кровать, замечательная кровать, украшена вышитыми подзорами да покрывалами и горой пуховых подушек. Дом, куда вы пришли сегодня в гости, необычный. Это самый-самый старый дом в нашем городе. Этому дому более ста лет. И строителем, владельцем этого дома являлся сургутский купец Галактион Степанович Клепиков. Фотография этого замечательного человека совсем недавно появилась в экспозиции нашего музея. Галактион Степанович был потомственным казаком. В семье Клепиковых он был вторым сыном. В возрасте 28 лет женился. Семьей его стала Евгения Ивановна Перфирьева. В семье у Галактиона Степановича было 4 сына. А вот девочки, согласно метрическим книгам, умирали в младенчестве. Галактион Степанович занимался торговлей. Был одним из самых богатых сургутских купцов. Сначала это была последническая торговля между местными инородцами и крупными иногородними купцами. Но Галактион Степанович постепенно отказался от последничества и стал совершать самостоятельные торговые сделки, постоянно посещая крупные ярмарки. Ассортимент его товаров был разнообразен. Это и сталь, железо, чугун, бокалея, галантерея. И, конечно же, то, чем славился наш край издревле. Это рыба и пушнина. Помимо торговли, Галактион Степанович занимал достаточно высокие должности здесь, в Сургуте, и пользовался большим авторитетом как у русского населения, так и у местного инородческого населения. В Сургуте он был почетным мировым судьей, действительным членом Тобольского губернского музея. Более 20 лет он являлся попечителем Сургутского мужского училища. И здесь, в кабинете хозяина дома, на стене висит свидетельство, которое было выдано одному из выпускников этого училища за подписью попечителя Лепикова. Помимо всего прочего, Галактион Степанович участвовал в первой всеимперской переписи населения, за что он был награжден медалью. Эта медаль также представлена здесь, в кабинете хозяина, на его рабочем столе. Галактиону Степановичу было пожаловано звание почетного личного гражданина Сургута. Но, к сожалению, эта награда не застала Галактиона Степановича в живых. В возрасте 64 лет 16 июля 1915 года он скончался от пролича. Жизнь этой семьи не была всегда радужной и безоблачной. Наступил 1917 год. Затем крестьянское восстание 1921 года. Эта семья была раскулачена, лишена всех гражданских прав и выслана из Сургута на территорию современного Имал-Ненецкого округа. И вот с того момента, когда семья была выселена из этого дома, у дома началась новая история. В разное время здесь располагались различные советские учреждения. Сургутский дедочак, Сургутский районный отдел народного образования. В 1963 году две комнаты этого дома отдали под Народный краеведческий музей. А с 1974 года это здание перешло полностью в распоряжение Сургутского краеведческого музея. И сегодня мы являемся одним из его филиалов. Что касается экспонатов, предметов, которые здесь представлены, конечно же, они отражают купеческую бытовую культуру конца 19-го, начала 20-го века. Но личных предметов, вещей, которые остались от семьи Клепиковых, их всего лишь единицы. И все они находятся здесь, в этой комнате. Это подсвечник. Часы, которые остались от Галакеона Степановича Клепикова. Дверная ручка, расположенная на дверях, которая чудом сохранилась. И которой на протяжении многих лет, пока действует наш музей, уже пользуется среди сургутян какой-то волшебной магической силой. И приписывают этой ручке. Считается, что ручка исполняет желание. Достаточно подержаться и загадать желание. Это желание обязательно исполнится. Здесь же в кабинете разместилась небольшая зона для отдыха. Великолепные старинные кресла, украшенные резьбой. И ломберный столик. Столик, предназначенный для настойных игр. Он очень мобилен. У него раскрывается столешница. Все, что нужно было для игры, хранилось в специальных выдвижных ящиках. Мы находимся в инсталляции сеней. В то время, когда семья Клепиковых проживала в этом доме, это был главный парадный вход в дом. К этому входу вела широкая лестница с красивыми перилами. И здесь, как и положено, сеням размещались различные сундуки, ящики, лари. В сундуках хозяева хранили домашнюю одежду, домашнее добро. Здесь же в деревянных ларях и сундучках могло храниться и какие-то съестные припасы, домашние припасы. Мы с вами находимся в небольшой, но очень уютной комнате, которую в старину в Сургуте называли стряпка, изба, кухня. Комната небольшая, но очень уютная. Ну а главное место, большую часть этой комнаты занимала русская печь. Матушка-печка. Так называли старину ее хозяюшки. Ведь она и накормит, и обогреет, и спать уложит. Всю еду раньше хозяюшки готовили именно в русской печке. И посуда, старинная посуда, которой пользовалась хозяюшка ежедневно, была тяжелой, однако очень удобной в использовании. Как правило, здесь на кухне в избе не было дорогой мебели. Вдоль стен стояли деревянные лавки. Конечно же, кухонный стол стоял в углу. На столе обязательно в каждом русском доме присутствовал символ гостеприимства любого дома. Это русский самовар. Окна украшались замечательными белыми занавесками с вышивкой решилье. Но и, коли это русский дом, то естественно, что практически в каждой комнате можно было увидеть иконы. Или как здесь, с тряпки в избе мы видим красный угол, где разместились иконы. Люди верили в Бога. Каждое утро и вечер они молились у этих икон. Благодарили Господа за ту еду, которую Он им давал ежедневно. За радости, которые получала семья каждый день. И за столом собиралась вся семья. Если садились за стол, то скатерть, как правило, со стола убирали. Ели на голой столешнице. Однако после трапезы каждая хозяйка тщательно вытирала столешницу и снова застилала скатерть. Мы с вами находимся в небольшой, но очень уютной комнате. И этот уют, эту домашнюю теплоту, конечно же, придают предметы женского рукоделия. Посмотрите на эту замечательную металлическую кровать. Обязательно на кроватях, на панцирной сетке, лежали мягкие, пушистые, пуховые перины. Каждое утро хозяюшка с любовью и заботом застилала постель. Красивые вышитые подзоры, покрывала. Гора подушек, которую каждую подушку нужно было взбить и положить горкой. Сверху одевалась красивой салфеткой, покрывалась. И ковер, который находится над кроватью, это тоже вещь, которую хозяюшка изготовила своими руками. Вышила простой иголкой и цветными нитками. Для удобства хозяйки, рядышком с ее кроватью, очень часто располагалась люлька. По-другому еще этот предмет называли зыбка, колыбелька, которая предназначалась для маленьких новорожденных детей. Много времени хозяюшка проводила возле этой колыбельки, раскачивая и укачивая новорожденного ребенка. И очень часто такая колыбель использовалась не единожды. Рождался ребенок в семье, подрастал, и место это уже занимал следующий родившийся малыш. И так, за разом раз одна колыбелька использовалась на протяжении многих и многих лет. Украшением этой комнаты является великолепный туалетный столик, перед которым женщины и девушки наверняка проводили немало времени. Присядут на стулчик, да откроют ящики, вытащат украшения, примерят их. Здесь же на полочках могли стоять флакончики с душистой водицей, пудреницы. Уж какая девица откажется навести красоту перед тем, как пойти на вечерки, либо на большие гуляния. Наиболее дорогие предметы личного гардероба тоже могли лежать здесь, на полочках этого туалетного столика. Например, шляпка или дорогие перчатки, которыми уж хозяевушка могла похвастаться в полной мере перед своими подругами. Так как хозяева были набожными и верующими людьми, помимо икон, в их доме было достаточно много церковной литературы. И вот примером тому служит замечательная старинная книга. Это книга Евангелия. Год издания этой книги 1800-1810. Это печатное издание, не рукописное, а печатное издание. Евангелие украшено снаружи чеканкой, прекрасно сохранившейся. И как подобает всем церковным книгам того времени, она закрывается на замочек сбоку. Украшением этой комнаты в спальне является великолепный, старинный, плательный или плотиной, как в старину называли его шкаф. Чем интересен этот шкаф? Помимо того, что он очень вместителен, у него необычная система вешалок. То есть в старину вся одежда развешивалась не на плечики, а на деревянные крючки. И эта система вешалок, она подвижна. То есть хозяйка без труда могла снять с крючка любой нужный наряд. В узком отделении на полочках могли храниться более мелкие предметы и детали одежды. Например, шляпки, перчатки, платочки. А вот нижние выдвижные ящики чаще всего хозяйка использовала для хранения обуви. Ну а сейчас мы с вами находимся в достаточно просторной, светлой комнате, которую в старину называли Будуар. Здесь женщина проводила много времени, занимаясь рукоделием. И помощницей женщины в рукодели, конечно же, являлась швейная машинка. Далеко не в каждом доме можно было увидеть такой предмет. Лишь у зажиточных, богатых людей швейная машинка стояла в доме. Здесь же, недалеко от швейной машины, В доме разместился комод. От современных комодов он отличается дверцами, за которыми спрятаны выдвижные ящики. Несмотря на свой небольшой размер, в комоде могло поместиться огромное количество постельных принадлежностей, полотенец и любой другой одежды. Вся эта одежда порядком, стопками складывалась хозяюшкой в эти выдвижные ящики. А уж на комоде каждая хозяйка старалась разместить, поставить очень красивые вещи, которые украшали бы не только комод, но и всю комнату. Очень модными и популярными в то время были вот такие накомодные слоники, которыми хозяюшка украшала комод. Могли стоять вазы, шкатулки. И очень часто на комоде хозяева размещали фотографии дорогих и близких людей. Ну а пока мама занималась рукоделием, шила, вышивала, вязала, здесь же, если не позволяли погодные условия, был дождь или слишком холодно на улице, под ее присмотром находились ребятишки. Для этих целей здесь, в Будуаре, разместился небольшой детский уголок. Коль достаток семьи был большим в семье, то, конечно же, семья не скупилась на своих детей. Могли приобрести для детвара специальные мягкие детские кресла с гобеленовой обшивкой. Часто, возвращаясь с ярмарки и с дальней поездки, родители привозили для своих детей игрушки. Но очень часто игрушки для деток изготавливали взрослые. Мамы, бабушки, старшие сестры. Это могли быть рукодельные куклы, которые шились из лоскуточков тканей, которые остались у мамы после того, допустим, как она шила для себя красивый сарафан. Для кукол шились и постельные принадлежности. Таким образом, через игру хозяйка приучала девочек к будущему ведению домашнего хозяйства. К тому, что в будущем им тоже предстоит стать хозяюшками и самим обшивать всю семью. Ну, а если в дом пожаловали дорогие гости, то хозяйка очень много времени проводит в этой комнате, в гостиной. Ведь гостей-то нужно встретить так, чтобы они еще раз захотели сюда вернуться. В этой комнате, в отличие от любой другой, дорогая мебель. Диваны, кресла. Вся эта мебель украшена резьбой. Подсвечник на несколько свечей. Ну, а стол-то, в отличие от кухонного стола, покрыт белоснежной, вязаной скатертью. И посуда из буфета достается самая дорогая да красивая, чтобы удивить, порадовать гостей. В данном случае на столе у нас стоит замечательный старинный столовый сервиз фабрики Кузнецова. В буфете на полочках, если придет пора попить чайка, то уж хозяйка непременно достанет великолепные чайные чашки, сахарницу, сливочник. И посуда поменяется местами. Столовый сервиз станет на свое место, а стол займет чайный сервиз. Можно было очень хорошо отдохнуть в этой комнате, поделиться новостями, рассказать о своем житье-бытие. Украшает интерьер гостиной замечательный, старинный, музыкальный. Это фортепиано. Инструмент очень старый, относится он к началу 20 века и произведен он был в Германской империи. Если вы захотите поподробнее узнать о семье Клепиковых, о том, как и чем эта семья жила, милости просим, мы гостям всегда рады. КОНЕЦ